Малый и средний бизнес пойдет ко дну, все в ближайшее время закроется. Тушите свет, сливайте масло. Глобальная зачистка мебельного бизнеса в эпоху экономического кризиса 2020 года. Друзья мои, что происходит на мебельном рынке? Мы слышим отовсюду о том, что у нас сейчас кризис, что малый и средний бизнес пойдет ко дну, что всем труба, тушите свет, сливайте масло. Но какова же действительно ситуация? Я провел тестирование мебельщиков из среднего и бюджетного сегмента и пришел к таким выводам, что на самом-то деле, по большому счету, в данный момент пока ничего страшного еще не происходит. И если бы не ограничение подвижности и не закрытие некоторых поставщиков мебельной фурнитуры, мы бы продолжали жить, как и жили. Мои ученики в разных городах на сегодняшний день, несмотря на такое понятие, как карантин, а, конечно же, в тех регионах, где нет жестких ограничительных мер, выезжают на замер к своим клиентам, принимают заказы, устанавливают готовые заказы, то есть, по сути, делают все то же самое, что и до экономического кризиса. Прошу заметить, эти ребята не смотрят телевизор и не поддаются панике всеобщей вот этой вот пандемии. Еще хочу отметить, некоторые мебельщики говорят мне о том, что на данный момент, я говорю на данный момент, потому что, в принципе, прогнозировать будущее никто не возьмется, и даже я, ваш покорный слуга, не возьму на себя ответственность говорить о том, что будет через месяц, через два. Мы говорим, что происходит сегодня. Сегодня некоторые мои друзья-мебельщики увеличили обороты своих продаж. Представьте себе, что благодаря тому, что некоторые мебельные компании или мелкие производители мебели просто откинули ласты, начали паниковать, закрылись, спрятались, принимают какие-то антидепрессивные алкогольные напитки, у нас освободился рынок, наши клиенты, потенциальные клиенты, которые уже готовили ремонт, уже покупали квартиры, готовили ремонт в своих домах, они подошли к моменту заказа мебели, а, глянув по сторонам, оказывается, мебельщики-то не работают, у мебельщиков-то оказывается кризис. Не у наших заказчиков кризис, а кризис у мебельщиков, которые испугались роста доллара, которые испугались карантина, всяких там вирусов и просто перестали работать. Так вот, основная масса платежеспособных клиентов приходится сейчас на тех позитивно настроенных мебельщиков и мебельные компании, которые, несмотря ни на что, понимают, что кризис – это хорошая возможность, это площадка для взлета. Почему я называю кризис глобальной чисткой мебельного бизнеса? Друзья, здесь в этом нет ничего плохого, что слабые останутся позади или просто уснут. А те, кто более стрессоустойчивый, те, кто более уверенный в себе и те ребята, которые строили свою стратегию на долгие годы вперед, научатся сейчас, перестраиваются, найдут новые модели, шаблоны работы, по-новому начнут общаться со своей аудиторией и только лишь благодаря этому нормально, плавно, позитивно проедут вот этот период, который называется экономическим кризисом. В ближайшее время он закончится, и мы будем вспоминать этот кризис как что-то такое интересное сказание из прошлого. Может быть, даже кто-то и вообще не будет вспоминать этот кризис, потому что он будет не самым сложным, не самым трудным и не самым тяжелым по последствиям. Друзья мои, постарайтесь сейчас, в период этого экономического кризиса 2020 года, не терять надежду, не терять веру в себя, не смотреть вот эти вот негативные, депрессивные новости, которые говорят нам о том, что все в ближайшее время закроется, что у наших клиентов не будет денег, что покупательская активность спадет на нет, и нам придется закрывать свои цеха, разгонять своих рабочих и искать себе другую работу, чтобы обеспечить заработок. Наверное, слышали уже в сети, да, гуляет такой мем, здравствуйте, а вы работаете за еду? Нет. Хорошо, спасибо, мы перезвоним вам попозже. Ребята, но кто-то же придумывает вот этот бред, но кто-то же целенаправленно в наш мозг загоняет вот эту хрень, которая имеет только деструктивное качество. Эти деструктивные мысли, они нас расслабляют, они сковывают нас. Любая паника, любой страх всегда не способствуют развитию, они способствуют только деградации. Именно поэтому произойдет чистка в мебельном бизнесе. Слабые естественным путем отойдут в сторону. Те, кто были до этого меньше, мельче и незаметнее, благодаря своей уверенности и стрессоустойчивости, займут первые лидирующие позиции. Поэтому, друзья, если не хотите умереть и пропасть мебельного рынка, в этот период лихолетий 2020 года, укрепляйте свои позиции. Учитесь продавать по-новому. Ищите новые инструменты. Ищите новые модели взаимодействия с вашим клиентом. Меняйте себя, совершенствуйтесь, проходите какие-то тренинги, общайтесь с теми людьми, которые достигли больших результатов. Общайтесь только с теми людьми, которые смотрят на этот кризис с позицией позитива и конструктива. Даже если их бизнес сейчас терпит небольшой урон, а может быть даже и большой урон. Вы знаете, что самыми сильными являются в кризис те, кто готовы все потерять и начать сначала. Не дай бог, конечно, нам потерять все, то, что выстроено, но природа устроена таким образом, что иногда после урагана не остается ничего, и приходится заново все отстраивать и засевать. Ровно то же сейчас происходит и в мебельном бизнесе. Успехов вам, вера в себя, уверенности, несмотря ни на что. Ребята, не общайтесь с нытиками, не общайтесь вот с этими, которые прыгают, бегают туда-сюда, говоря, послышал те новости, а слышал те новости, и в это время ничего не делают и никак не развиваются. Мы победим, мы пройдем этот очередной кризис, и благодаря чистке на мебельном рынке, глобальной чистке, станем сильнее, станем увереннее и станем богаче. Всем пока, до встречи. Подпишись на канал, поставь колокольчик, для того, чтобы получать антикризисные видосы на моем канале. Ну и, конечно же, палец вверх. Я считаю, что эта информация была очень полезной. Если ты мыслишь деструктивно, не забудь обязательно поставить палец вниз. Мне это будет полезно. Пока. Пока.